Заходь, заходь! Куда? Куда вышел? Заходь, выходe! Трус, 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 трус! Трусенький, трус, трус! Ой, великая ветка! Сейчас, сейчас, сейчас... Где-то далека для вас же ветка Вот так вам дам Ой, чего вы распчихалисьа? Лена, я вам принесла пигуку. Что я начну пигуку? Ну так, з пигуку листья. Пиуль подняла. Кто говорит мне, что кролики горьков не едят? Послушайте, как они их маломирают. Листья, конечно, сильно сухая, а еж теряется. Галя, видишь, как есть листья горюховые? Это же смаколики. А вчера чорнобривцы ели, а сегодня горюховые листья. Кушайте, кушайте. Пиль подняла. Диви, как все распчихались. Я виновата, что на нем пиль на этом листьеве. Диви, сколько поперетрусили. Повторами поставлю. Поперетрусили листочки. Оце они поедят у меня горюховые листья. Пускай там пройде, пока я тут всех пообираю у них в загородочках. Ну минут 15. Оце они поедят горюховые листья. Пройде минут 15. И Лена пиде, принесе им кукурузини ветки. Пускай заедают. Вот и все. Оце у нас, как говорится, профилактика. Ну не знаю, на сколько ветках цидиоза. В листочках тут у нас йод. Все равно лучше, кто капает йод им в воду. Вони его не пьют. А так они поедят. И это получается, как питание. И как профилактика, возможно, в виде какой-то заразы. А может и для повышения иммунитета, чтобы были трошки сильнейшие, крепкие эти кроличата. Вот дала. Надо утром давать. А я сейчас в обид им дала. И все перетеребили, конечно. Это я такой черный, да. Я такой черный кроличек. А это рыжий кроличка, наверное. Была у меня большая рыжая кроличка. А эти я и не знаю. Тут кроли и кролицы все вместе. Кроли кострированы. Кролички не кострированы. Вот так помаленько живут и здравствуют. Тут кролики от двух мамок. Разница у них неделя. Мы их в два месяца и десять дней скидываем в одно место. В один больший вольер. И так они тут и живут. Никто никого не кусает, никто никого не обижает. Все нормально. Так же и даются ветки полина, чернобривца, так же и ромашку. Вот и хоть в них и вольер на содержание этих кроликов. То есть на полу они тут. Но таких каких-то там... Яких сумасшедших таких болячек я не наблюдаю. А как делаю забойду, то печеночка красива. Я и видео снимаю, и фотографии вам показываю. Печеночка отличная. Хотя я никому доказывать это не должна. Так как кроликов я выращиваю лично для своего питания. Я кроличе мясо не реализую. Это лично для своего питания. Толкаешь меня? Что ты меня тут толкаешь? Алёсеньки. Хорошенькие такие кролики. Хорошенькие. То есть их фотографирую в хате, на диванах, на креслах. А Лена их в естественном их месте жительства. То есть в сарае. То есть на клубочках их выноса фотографирую. Ну конечно если вы продаете маленьких. Для эстетического вида. Это должно быть может и красивее. Подивиться какие красивые. Ну что ты меня толкаешь? Дивись. Цей черный противный. Вот. А мы вот так их снимаем. Фотографируем. Как они у нас есть. Вот. Ну все. Показала вам, что наши кролики едят. И листья горькови тоже не забывайте. Сейчас остальные там веточки. Я дам еще папашам, мамашам. Водочки я вам не набрала. Сейчас и водочки наберу. Если спросите меня, например, а что ты Лена как ци диастатики вообще не даешь. Я как ци диастатиками могу пропоить мамку перед тем, как я ее пускаю в случку. Пропаю мамку. Потом же я корожаю его на маленьких. И с двадцать восьмого дня, с двадцать пятого дня пьють маленький и пье мама. Как ци диастатики. Потом же делаем вакцинацию в сорок пять дней. Одно. Потом делаем. Это геморрологичка. Если понадобности надо максиматоз. Если это лето делаем максиматоз. И потом же в три месяца я делаю им еще вид как ци диоза. Как ци диастатиками пропаюю. И все. Ну у нас попутно идут вот такие подкормки. Полынь. Горихи. Чернобривцы. Разные травы там есть. Будяки. В общем разные разные растения. Вот получается. Витки акации рубаем. Ива. Караивы там дуже полезный. Я забыла как он называется. Как в виде антибиотика. Вот и яблонь и ветки они хорошо хрупают. Ну вот так. Как говорится. Как раньше кролики жили у моего деда. И у одного и у другого. Вот. Больше такие свистские содержания. Якое может позволить себе каждый заводчик. Ну лучше бы было наверное в клетках их держать. Я не против держать их в клетках. Ну у нас такая сумасшедшая жара. Я проживаю в юг Украины. У нас сейчас. 15 августа. А в тени у меня на градуснику 38 градусов. И сейчас уже 5 часов вечера. И вы представьте. Как бы им было в клетках тяжело. Вот они лягают на пол. Пол я уже рассказывала бетонированный. С добавлением опилок. Вот так они лягают. И я бачу. Как он вот. Цей кроличонок разлигся. Вин протягивает ножки вперед и назад. И он животиком охлаждается. Я вот например уйду. И они тут поразлягаются по сторонам. Они лежат. Они охлаждаются. Им легче. Значит вентилятор работает. Витяжка все работает. Но им на полу все равно прохладнейше. Прохладнейше кроликам. Так что. Каждый выбирает свои условия содержания. Но у нас. Климатические условия содержания не позволяют. Но если держать в клетках. Возможно держать в клетках. Да. Но почему то в клетках. Даже малышата умирают. Маленькие. Например. Полтора месяца. Вот месяц полтора. Вот сколько я знаю моих знакомых. Они просто кроличата подушились. Такий воздух. Что они душатся. Вот. Такий горячий сильно воздух. Так что я никого не говорю. Что держать так. Потому что я так. Или держать в клетках. А то и держать например в клетках. И это плохо. Вот. Ну удобно в клетках. Я понимаю. Что это для нас. Очень удобная экономия времени. Мне надо. Вот сейчас пройтись. Позаметать. Поприбирать. Поменять эти поддоны. Были вопросы. Что это Лена. В тебе за поддоны. Поддоны. Вот такие. Из жестей. Сделаные. Вот такие. Из жестей. Вони наверное. Что эту зиму перезимуют. И надо новые делать. Вот. Поддоны из жестей. И сюда сыпется солома. Это их тазики. Где можно убрать. Конечно. Вони как кулечки свои там теряют. Там была стояла вода. Веляли целую миску воды. Вот. Вот такая стена. Сетка. Вона стена то глиняна. Только я набила вот сетку. Биля набула. И вот тут может сантиметров 25. Я обшлепала цементом. Вот так. От сюда вот. Цемент. А до низу цемент. А тут сверху уже все. Пошла глина. Вот. В случае чего. Может они захочут рить. Чтобы они не рили. Вот там возле кормушки видно. Бачите. До серы. А туда дальше. Ну а если эти кролики у нас уже за бой уходят. Потом эта секция. То есть вольер. Берется. Берется. Ну сетка тут по моему сантиметров 80. Висота сетки. Значит тут билиться. Вон той пух. Если сейчас убирается. Винный камыш он не убирается. Значит. Прошмаливается. Пропаливается. Все чистенько. Вольер чистенький. И все. И все. И он стоит просто чистый. Даже и пол я билю известью. Вин сухий стоит. Вот. Такий вольер. 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 Вот так. Вольер. 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 Полягали. По успокаивались. Если они где едят. Значит Лена все это заметит. Все это они переберут еще. Сейчас они трошки успокоятся. Потому что я их выгоняла пока тут убирала. Красивенькие. Вот эти красивенькие. Да. Я за тебя поговорила. Ци красивенькие. Бачите. Вон ножки протянул. И задние. И передние. И так лежит. И цей крыльчонок. Боже. Вон аж передний. Аж головку положил на бетон. Головку положил на бетон. И вот аж ножки протянул. Как им хорошо. Как им хорошо. Это так же, как я сегодня купила арбузы. Зашла в подвал. Занесла арбузы. А в подвале прохладно. Как хорошо. Ну хорошо, друзья. Я думаю, я вам ответила для чего. Потому что было предыдущее видео, где было показано, что я ветки горьков сушу. Вы меня спросили. Ну я и ответила. Возможно, это кому-то будет, как говорится, в пользу. Для чего я сушу горьковые листья. Ну а если у вас есть гранулятор, вы делаете сино. Знаешь, можете просто. И у вас в клетках кролики живут. Вы живете в северных регионах. Вот. Нема такой сумасшедшей спеки. Значит, можете просто вот эти листья от горьков добавлять в корм. То есть гранулятор туда сыпать, где вы травяну добавляете. И листья там горьков можно. И так же они будут поедать уже. Так само поедайте горьковые веточки, горьковые листья. Все. Всем пока. Пока-пока-пока-пока-пока-пока. Если у вас еще будут вопросы, спрашивайте. По возможности, если я что знаю, я могу вам ответить. Всего вам доброго. Пока-пока.